итак добрый день дорогие друзья я рада приветствовать вас на новом эфире и сегодня у меня невероятный гость его зовут доктор дмитрий шевенко и я очень счастлива сегодня поговорить на тему медитации и креативности и их взаимосвязь хочу немного рассказать несколько слов про дмитрия и как я вообще с ним познакомилась встретилась в живую я на самом деле не видела его еще я рассказываю о том как вот три года назад я увидела эту лекцию она настолько впечатлила я подумала вау надо же что есть ученые которые могут настолько вдохновляюще рассказывать и прям видно что это прям прямое переживание что человек этим живет человек живет вот именно тем чему учат и то о чем рассказывают вот потом я посмотрела на ютюбе тоже некоторые лекции особенно вот на педе которые там просто есть несколько и потом вот последнее то что вот я посмотрела случайно это было про выездом с дашкиевом рассказывали про предпринимательство и что-то после этого я написала в инстаграме и там что-то было написано про как раз креативность что-то такое я подумала вау классно и мне прям это я я просто как-то вот по импульсу написала сообщение предложила может быть какой-то эфир на эту тему провести и дмитрий так согласился и мы в итоге вот сегодня произошло то что и сегодня у нас такой вот эфир состоялся благодарю за то что согласились поучаствовать красиво за приглашение герем да я посмотрел то что делаешь перейди как раз в этой истории тебе интересно вот заглянуть так сказать чуткими глазами посмотреть решил откликнуться потому что для меня важно поддерживать коллег вот исследователи в этом плане солисты всегда которые пытаются разобраться найти какие-то закономерности и из этого сделать какие-то лучшие решения для в целом для людей вот потому что я считаю что очень занимаемся супер важно супер необходимо это вообще сошел такие skills то есть это необходимые навыки вообще для любого человека которые здравомыслящий который стремится к здоровью то есть но и по как бы я поэтому горячо откликаюсь и стараюсь помогать поэтому вот очень интересно то что тебя пиздец в этом направлении делает расскажи на каком-то этапе на какой файл с этим как там дела статей маковских уже в принципе я надеюсь что в следующем году смогу защититься сейчас я готовлю статью для скопусовского журнала как раз таки йога внедрили креативности вот в общем дай бог что скоро скоро уже буду выходить нуки спрашиваю что тебе интересно вообще получилось что а вообще мне наверное что больше всего интересно еще узнать как вообще вы решили стать буддийским монахом да это слушай что я решил стать буддийским монахом у меня возникала какая-то мысль из серии там знаешь были фильмы всяких там шалинских монахов там что-то где-то там каратэ вот это вот я где-то будучи ребенком которым мне кажется это было интересно и было очень там актуально я в общем где-то у меня мысли проскакивали но это не серьезно вообще абсолютно то есть мне никогда не было такого намерения никогда не жил строением состоянием желанием буддийским монахом тем более то есть мне там максим буддизм интересовал это как я сейчас понимаю уже с высоты так сказать прошлого опыта и с улыбкой я понимаю что мои представления которые мне казались тогда верными они были вот и бесконечно далекими от сути вот но тем не менее очень масса мне вот хотел чем там познать буддизм как ты все вот но потом мы когда я знаешь я почувствовал друзья потом ретроспективно побывал монахом я понял что у меня истинное монаш что есть так можно выразиться случилось ранее то есть момент когда я встретился с человеком к с которым мы договорились друг другу вот не обманывать не врать на сто процентов для меня это было такое столкновение с истиной я тогда понял то что искать истину там где-то ее не нужно и нужно гибнуть то есть вот следовать если в каждом своем шаге действий в проявлении это может сильно там расшифровывать далеко чуть такое да но в первую очередь привел к очень высокой степени осознанности я стал понимать что очень часто какие-то кривые цели хочу достигнуть то есть там не знаю там рот открываю чтобы кому-то что-то сказать а на самом деле хочу совершенно другое то есть так вот есть внутренне там глубоко разобраться моя жизнь бесконечно далека было от истиной поэтому на ком-то этапе она просто вот как бы остановилась условно остановился я замолчал и вот так бы сказал то есть я перестал что-то доказать кому-то какую-то правоту пытаться вымучивать то есть я просто стал осознавать что если я действительно хочу быть максимально вот следующим человеком это максимально следует своим ценностям вот в первую очередь честности и такой интегрити такой целостности внутренней проявлении себя аутентичности то значит вот то как я тебя пытаюсь проявить это вот не она но но и как бы не она значит тут труба что-то другое но вот сначала видимо требовалось какое-то время чтобы произошла такая своеобразная очистка я как сейчас понимаю что это было такой фундаментальным база в медитация избирать медитации что угодно люди понимают под этим словом я поэтому не люблю цать его использовать потому что но в основном люди понимают под этим визуализации какой-то визуализации медитации два разных процессов вот но как бы потом и визуализировать тоже может что угодно как ну то есть много очень нюансов вот но тоже чем я тогда столкнулся в жизни вот это было истинное монашество меня очень сильно потянуло и тогда сбрился все волосы я ничего не знал про конкретно ритуалы там монах и какой-то мне потянул на оранжевую одежду какую то есть у меня прям вот это все я вот был и молчал в основном и постоянно практически там медитировал то есть но как медитировал опять же я называю медитации для меня практик молчанию то есть я понял что привлекаться с миром пытаться учет доказать плат платить и не надо как бы да и на каком-то этапе я помню что я понял что это тоже было благодаря социальному опыту я понял что мне надо пытаться как бы обхитрить реальность его так это воспринял обдумывание реально то есть ну я просто очень хорошо помню момент мы шли с товарищем план курват и такой храмовый комплекс камбоджа и каком-то вот момент я помню даже место где произошло то есть там хорошо потом знаешь когда начинаешь тренировать память очень хорошо работает и прям вот да не знаю может погрузить прямо детали этих образов но вот я помню этот момент когда я прям вот осознал что я не не обязательно думать короче что мне не обязательно что я могу просто идти просто идти ничего есть такая сильно очень привязка к мыслям что кажется что надо думать постоянно на самом деле не обязательно думать постоянно то есть ну то есть кажется что чет час рассыпется потеряется одну всякий страх потому что ты сейчас перестанешь думать но и как бы это будет короче но на самом деле становится лучше прям вот передница будет поэтому значит я тогда это вот осознал и принципе потом ловился очень часто на момент когда я куда-то задумываюсь ну там допустим занят каким-то делом расчеты тебя нет там это задумался куда-то там да то есть принципе неплохо там никак не то но ты можешь всегда вернуться прийти в себя в чувство там и это лучше потому что ты реалистичнее ты в этот момент в большем контакте с собой чувствуем с ощущением с делом который ты делаешь это его просто лучше элементарно делаешь то есть не косячи что но особенно в некоторых специальностях это особенно важно для тех же там врачей например там хирургов там летчиков ну кто с точностью имеет дело вот там ошибки дорогого стоит вот это все я осознал это все сложилось истинное так сказать монашество вот а потом потом мы жили просто на пангане в таиланде и у нас был реабилитационный центр и к нам много очень людей приезжала я всегда как-то очень большим уважением относился к традиции к местным местным там всяким специалистам хиллером и так далее есть разные люди то есть химминг ручной это массаж тайские дамы при этом среди них есть очень много действительно таких очень эмпатичных людей глубоких есть отдельные даже таким ушки шамана местная которому входить произвольно в трансовое состояние и вот с разными такими в общем энергиями природы соприкасаться какими-то полями социальными то есть это вот в очень наблюдал в жизни своей вот и меня как с уважением к этому относился с вниманием и мне всегда было это интересно вот поисследуйте чуть-чуть за этим стоит вот и мы как-то просто общались дружили я конечно же когда люди ко мне приезжали и старался вот культуру погрузить ну потому что фига прижать там просто на панган куда-то там дать и же надо погрузиться природу почувствую понять что это социальное поле такое почему тебе приятно когда туда ну то есть уже много места в азии куда-то вступаешь и там тебе не очень приятно несмотря на то что это тоже азия но почему-то именно вот там вот наступать на эту землю очень приятно и это чем-то связано мне было всегда важно людям показать это все как чем это связано какие источники корни вот эти тонкие там я их на водопады водил значит какие-то джунгли там и потом вот в эти монастыри обязательно заводил знаком с настоятельными там у нас от массажистки наши там друзья очень сильные такие мы к ним тоже и как с ними всегда находил бы к общей делать ну открытый диалог такой по-настоящему то есть мне всегда было очень интересно и далее я не приходил с позиции что я тут умнее чего-то сейчас я там других там ночью покажу нет меня всегда ученик короче я всегда к ним вот с этим с исследованием с искренним любопытством обращался и это не могло не сформировать определенных там отношений у нас формировались доверительные отношения очень глубокие а таиланде буддийская община она имеет очень большое влияние такую силу власти вот и и вот на к нам земля там на самом земля есть почти вот на границе с нами парком она земля пришла но я там вижу в будущем некий медиационный центр он там и сейчас такой но монашеский медиационный центр такой очень 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 сильно он просто это удивительное место вот если вдруг захочет на приехать в индивидуальном таком как сказать ретрите вы мне скажете можете написать лично там я стойкой с наш подруга свяжу там монашеские домики и буду стоят такие ну то есть такое очень интересное место потрясающе там невероятная энергия в нем на и она такой уж на мой но очень сильно там вот что-то типа монастыря я там буду чем вижу медицинного центра вот к нам вот пришла через них от земля не нам говорят вот мы знаем что вы того вы так вам люди приезжают очок вам люди приезжают играет вот я их этому чу-то мусим учу они ука круто может быть вам нужна земля короче к нам пришла очень классная земля вот это прям потрясающим образом вот и мы стали с ними близко глубоко дружить как-то общаться и на каком-то этапе мы просто приезжаем в гости вот к наш так и она говорит и вдруг неожиданно такие были в гостях маленьким ребенком вы знаете горит у нас на острове открывается ступа буддийская ступа новая и а настоятель монастыря ватпаса энтама он очень известный учитель буддизма мире он там нам здорово мы там дружат начну такой вот у него все там настоятель друзья вы короче вот они все съезжаются на этот остров чтобы открыть ступу там примерно около 500 человек вот этих монах настоятель монастыря всего мира съезжается чтобы открыть эту ступу сделать коллективную медитацию там все вот это дело он говорит и мы горит сообщение посоветовались и решили предложить вам на этот период времени когда будет все это подготовка мероприятие мероприятие потом и так далее чтобы вы стали монахом и смогли разделить с нами это событие потому что вот мы посчитали что для вас будет очень большая честь что мы такого никогда не делали а вот поскольку мы с вами там взаимодействуем мы видим как вы там что то все 5 10 но и вот вам такой как бы одновременно вы как служить будете ну понятно то есть там еще и там масса людей ты там так и переводчиком и прочее так далее тоже может схватить всегда чуть какие-то момент элементарно вот но это большая огромная честь они говорят что для вас это вот прям подарок такой вот если вы хотите вам такой подарок и я такой вы лучше неожиданно абсолютно вот я июль поворачивая все как ты не отпустишь это женщина нельзя же трогать ну потому что обе ты берешь на себя я говорю ну вот то я принято никому на какой-то момент время ты можешь пойти туда на вот у них не так что ты постригся навсегда то есть прям у них нормальная практика у них так воспитание человека происходит мужчина там через монастырь то есть у нас через армию у них через монастырь что это будет такое делается типа год или больше меньше ой там по разум абсолютно вот по-разному вот но не имеет время то что для них это нормальная практика это прессу приходишь там да вот перед время вот и я туда в процесс значит за нырнул ну или меня отпустила вот я соответственно прошел все эти этапы и проходил все эти этапы там есть определенный момент связано ну то есть эта система так никогда подключается в любую с тем включаешь через набор договоренности определенных и вот ты о чем-то договариваешь системы нам из том числе через определенные обеты реализуется это как такая практика вот я поэтому я тогда очень сильно погрузился и в язык и в тайский язык и в палийский канон чтобы разобраться чем не какие там обеты надо давать нужно меня было супер важно сверхосознанно туда включиться вот у меня очень сильно получилось потому что я по большому счету практикующий уже был до этого момента но он там особенная ценность это в том что ты попадаешь определенный социальный контекст сами контекста может попасть только исключительно только если ты честный человек и ты говоришь то что ты делал делаешь то что ты говоришь и говори что что делаешь вот есть у тебя все это совпадает то ты ну подключаешься этому полю социокоменитивной системе гиперсети сейчас модно говорить вот и и там оттуда раскрывается очень много уже ну там смыслов понимание каких-то и так далее вот но для этого требуется соблюдение стопроцентный обед вот это сильно накладывает отпечаток на мышление на твои действия на то что происходит вокруг в среде в контексте на практику на саму по себе вот поэтому но не было у меня такого чтобы я чего-то хотел пойти в монахи поэтому потом когда безусловно еще когда приехали в сеть там учителя там прочее все этом прожил очень много глубоких опытов потому что у меня была систематическая такая ну что это было как вот есть практика випассана да вот она длится там нужно говоря неделю тогда а это у меня было там сколько месяцев я там был там у которых месяцев я был монахом этим да и вот у меня все три месяца была вот эта практика непрерывно от начала до конца прямо первого мгновения до последнего это было очень сильным сильнейшим просто путешествие внутренним на вот и который мне дало такие дары удивительно совершенно потрясающий которую я ты знаешь я не рассказываю кому то есть я вообще и когда я их осознаю например я понимаю что блин не очень повезло то что я это смог извлечь потому что я слышал опыт многих людей которые там бывали монахами или чем подобное и я к сожалению не слышал о том чтобы они это отмечали что это прям вообще супер важно я обнаружил для себя что наиболее мощная там практика оказалась эта практика сбору подаяния и тасс как будто бы она там случается она там естественным путем происходит через вот действие социального реактора и через твою настройку если подключился к полю к санхи не случайно говорят что три драгоценности базовый буддизм это будут там и санха ну то есть учитель допустим до учения там система по которой ты действуешь и собственно говоря сообществом вот и один из таких важнейших ну то есть короче вот так она как будто бы тебя настраивает определяет создает у тебя определенное условие метод на протестом образом приходит жизнь на том случается и самое самое важное не растерять для существует система наборов определенных там обедов которые ты взял на себя ну то есть большинство ребят которые там просто монахи нам потому что их ну они стали просто близко маком потому что там не в обществе принято они не сильно это понимают до конца и в основном там у них это такое наш как пионерлагерь скорее вот но у глубоких монах практикующих там у них есть это сознание ощущение вот нашему настоятелям был очень глубокий монах то есть я не очень много научился еще там были ребята тоже классно один был из мьянмы тоже монах очень глубокий вот на самое ценное что я там почувствовал что получил это был опыт бинтабад церемонии когда ты идешь убирать стояние и крестьяне они тебе дают что-то очень ценное для них вот они молятся в твоем лице будди то есть ты для них живой буду живого воплощения и вот через заметил что если в этот момент есть ты практикующий реально в этот момент то и ты достаточно пуст то есть ты ты есть но в тебе нет то есть твоя личность осталась за границами значит монашеских обетов присвоить себе буду буду ведь очень большой эгоизм поэтому ты явно не буду это не та личность в общем это и принципе ты просто если ты действительно пуст ну то есть ты держишь чашу держишь а не стоишь там не рассуждаешь о том как час что будет когда я вернусь домой ну то есть я там опять же ты ты отсутствующий неважно ты монах там хирург ты если в этот момент отсутствие что-то отсутствующий то есть или там ты сексом занимаешься и думаешь о чем-то там вообще не знаю там о том как завтра там чудо сделать на работе как налоги платить ты отсутствующего моменту то же самое там вот если ты присутствуешь в этот момент я почувствовал что огромный поток любви происходит вот огромный огромный поток любви такой невероятной любви потрясающего который вообще настолько меня поразило потому что ну прям да не знаю там до мурашек вот прям несколько там до мурашек я такого никогда не чувствовал потом вообще никогда не в каких этих опытах очень чистый такой поток любви которые происходят просто потому что она не может не происходить а ты не мешаешь этому чтобы оно происходило пуст и вот она случается то есть тебе дают этот рис там или что такое а через себя херачит бронзбойтон просто такая любовь чистая то есть вот нереально вот и и в этот момент это и вот человека наполняет там потому что он а он же молит я прям физические чувства происходит вот и апогей случилось у меня когда там был висако-буча-дэй висако-буча-дэй это день рождения смерти будды он не празднуется каждый месяц на самом деле на луну полно ну и раз в год есть такой глобальный значит ежегодно раз в год такой основной самый главный праздник и очень удобно в один день все рождение смерти вот невыразная воде вот и там была супер гипер мощная церемония когда там в разные дни у разных народностей церемонии угла у берман церемония на острове очень много берманс в том числе община большая я пошел поздравить берманского монах который у нас был ну блесенка сделать я к ним пришел и а у меня горит уже задержись оставьте я к нему рядышком присел мы с ним сидели у него в келе а к нему начался такой поток людей идти и значит стали приходить люди такие один за другим десятки людей значит сотни людей все они делали вот эту ну блесенка то есть мы с ним только получилось так уж я думал тоже меня порвет в этот день потому что значит ты сидишь ладно ты просто с утра сходил ты там сколько там не знаю 30 человек ты встретил да а здесь тебе поток идет сотен 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 людей и ты ты понимаешь ты вообще как ну то есть никаких нет у меня там заслуг которые бы меня могли туда привести ну то есть как там тайцы говорят такие что когда ты вот побывал вот в этой роли ну то есть она мне когда приглашал на горе что для тебя это будет супер мощная кармическая какая-то еще заслуга такая классно вот но я имею ввиду когда ты там конкретно вот я там когда был вот у меня меня я я четко знал наверняка на сто процентов что никаких у меня кармических заслуг которые могли меня ну привести в эту точку их просто принципе существовать не можно потому что такое гигантское количество любви безусловной которая направляется тебе просто так вообще ни за что вот именно вот это не за то вот это и есть как будто вот такая безусловная любовь то есть ты сидишь и как бы и вот именно видимо это рождает ну скажем так как знаешь такую положительную карму то есть он говорят причина как вот в живых системах причина действия лежит в будущем по отношению к системе то есть результат являет системообразующим фактором коленка ноги такой у нас был те функционер систем создал вот по сути он как бы по сути причинность действия для живой системы лежит в будущем они в прошлом то есть система работает не стимулы реактивно мы не как роботы реагируем на все подряд стимула работаем избирательно реагируем на стимулы избирателей соответствует нашей цели но это у нас особенность такая в живых системную отсюда можно на самом деле не сделать но смысл такой то что карма она как будто бы вот из будущего идет прошлое то есть она тебе дается за будущее заслуги некие там да вот примерно так и тогда воспринял уже я сижу это гигантский поток любви он просто течет через тебя тебя тебе они приносят знаешь там по 100 там еще по 150 бат тебе дают и денежки таких тоже то есть еду там деньги какие-то если вообще такой дух ребята я тут вообще причем меня соответственно в ответа из мягко искра выбивается потому что из меня в ответ строится гигантское количество любви что дали заслуженные вот из тебя строится эта любовь но потому что тебе только что дали вот и ты ее вот возвращаешь и потом знаешь все это достигло до апогеи когда уже на полночь он меня взял горит пойдем и он меня привел в храм уже мы сели там большой храм у нас на сцену в центр он ну как он заслужен понятно он там монат он с ним там постоянно общает взаимодействует а я вообще он тут с ним свалился пару недель назад вот и он я посадил на сцену и они сели все вокруг это тысячи людей было зажженной свечи это ночь вот это невероятно что-то и и вот эта молитва коллективная я такую там ну то есть вот ну чё там сказать это слово словами ты не передашь этого переживания этого опыт кота меня поэтому когда там спрашивается он перья как долго ты там было лечит это ребята какая вообще какой умеет вы просто не понимаете слова долга и вот этим соизмерением вы что это не это просто измерение за пределом пространства и времени там нет этих понятий долг там либо был лип ты там не был вот и все и люди которые скажут спрашивать как бог то был они там не были вот ответ простой поэтому как бы это вот вне временная история любви вот такой огромный она трансперсональная абсолютно то есть это уже все ты ты просто дальше понимаешь что ты пожалуйста может идти по этой истории там очень далеко и долго ну вот как то так и а потом просто сказать у меня же было это как бы в рамках тех договоренностей которые есть потому что в том числе вот этот опыт он был возможен только в рамках правда то есть они 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 в рамках какой-то кривизны поэтому я не мог бы нарушить свой договор с юлей туда попасть невозможно было бы это тоже часто люди не понимают этих момент вот у нас как бы есть система вложенных договоров нас есть договор с юлей он фундаментальный такой базовый наш поле пространство диалога нашего но как бы наша метам и мет система тем более по высокому порядку и а уже в ней случился вот этот монастырь именно за счет вот того поле который у нас юли был осознан мне удалось очень глубоко сходить монастырь до такой степени что я смогу занырнуть полностью то прожить вот этот опыт с полным отречением и потом вернуться оттуда то есть вот такой очень глубокое погружение было ну я эти вот возвращайся вопрос который ты задала до здесь так долго отвечаю вот но очень простой что это путешествие но я даже вообразить бы не смог что такое может быть вообще в принципе поэтому это не та история которую можно мне кажется получить каким-то типа страстным желанием начни поисели я сижу на стуле хочу стать монахом там пройти туда-сюда и выйти ну как бы ну так нет мне кажется вообще можно туда уйти совершенно но у меня случилось вот таким образом естественно потоки жизни вот и ровно столько настолько насколько нужно там достаточно глубины очень круто особенно впечатлила конечно вот эта вот история про то что подаяние да что это вот как бы такая новая грань для меня открылась потому что я сразу вспомнила свой опыт когда я была там в Индии и ко мне какой-то подошел там человек там в оранжевой одежде с таким наездом я такая что давай мне приехала я ему что-то дала но у меня не было внутри вот такого ощущения именно чего-то такого божественного я потом помню я спросила у ребят группы там йогов и мне даже там друг сказал что типа что обычно монахи не наоборот всегда глаза вниз опускают они так вот без такого какого-то наезда типа давай мне вот я тогда поняла что там есть разные люди в одеждах и не все они несут себе такой вот цвет да но я тебе так скажу что у меня мой опыт он показал следить что человек в одежде всегда это я и вот меня очень многое зависит и я понимаю что это сильно влияет поэтому меня у меня в этом смысле ты чуть-чуть лишь как если есть разные современные словом говоря ведь не течение нам в обществе и психологии по поводу того там то что он веря очень много внимания уделяет другим которые как бы якобы тоже есть понимаешь а в моем мире моем мире в основном есть я понимаешь и пусть может быть как-то эгоистично звучит но я имею дело с большим количеством проявлений самого себя и здесь в том числе когда я был монахом там был один из обедов одной заповеди таких к тему к шевинаю в кодексе что ты не смотри за другими ты смотри и будь в практике твои если вот четко следовать этому кодексу ты получаешь результат на самом деле но люди отваливаются на первых шагах наши первые же там базовые заповеди тоже там буддизм там панч сила 5 базовых принципов который практику уже может стать действительно сильно это не насилие отказ от роста вранья прелюбодеяния и заупотребление психоксиновыми веществами вот то есть вот все все шаги и шаги по большому счету дальше они ведут действительно в состоянии в котором ты можешь почувствовать эту связь с миром и это дает огромную свободу потому что взаимодействие с кем человеком я прям чувствую что я осознаю а что ну как сказать что я взаимодействие с высшей силой для меня это очень важно и как бы не верю в проекцию то есть я я понимаю что мне иногда подсносит ну то есть я не святой вот мне иногда подсносит когда-то вы чего-то возникает выход из себя но я успеваю слава богу плюс-минус вспомнить вообще где кто и вообще свое состояние куда-то там вернуться ну вот но все равно это очень ценно короче я просто я помню то есть просто такую тему больную затронул дак вопроса там о других и особенно там других в оранжевых одеждах других психологов нам других там якобы стану специалистов врачей всего остального так далее но вот понятно что кажется очень многое происходящее вокруг шума но частица меня есть везде в этом я понял что в этом во всем есть много очень любви есть на каком-то этапе я осознал что есть определенные уроки вот мы как будто бы их создаем эти уроки там множественное и доходит не на всех одинаковыми путями по разным совершенно доходит присутствует поэтому в общем несмотря на что меня иногда говорю подштыривает все равно на этот счет вот в основном мне кажется что но у нас есть огромная сила опоры вот этой метаморфозы мира классно и монахи вдруг превращаются или знаешь как люди ты встречаешь человеком ты видишь как у него метаморфозы происходит а не потому что что ты пытался им знал сманипулировать или как повлиять на него или как-то сделать его другим а потому что как будто бы ты очень глубоко его услышал принял ты ему разрешил жить к ему дал признал в нем божественную природу увидел это искру божию вот когда вот это происходит неожиданно вдруг раскрывается потенциал отвечает он вдруг раз и он преобразуется другим становится тобой манипулирует чёртю этим нельзя потому что есть начинаешь не пытаться манипулирует а прилетает или не та обратная связь с которой ты рассчитывал потому что это только через вот такой очень глубокое принятие какое-то такое вот сопереживание да то есть вот что-то такое раскрывается вот но требовать этого нельзя ни от кого и ждать от этого никого нельзя это тоже самообман такое самозаблуждение такое не должны так не все так мог вот но у нас есть такой потенциал мы можем каждый может кто нас сейчас слушает каждый может к этому прийти так или иначе и тем самым пробуждать мир вокруг себя и себя пробуждать через это потому что такое сам пробуждение происходит сейчас это очень необходимо такое разрешение другим людям принятие такое вот это очень важно и да и монахи вдруг оказываются монахами и люди в магазинах оказываются людьми значит и даже самые какие-то там неприятные люди вдруг оказываются тоже где-то глубины там души людьми и проявляет проявление такие высшие человеческие вот поэтому общем где есть такой есть потенциал для роста каждого дмитрий а что бы вы посоветовали чтобы именно такое вот принятие внутри себя врастить ну это самопринятие self-compassion такое то есть это просто выделять пространство и время и давать возможность себе посидеть без дела это время то есть очень просто вся наша жизнь результат наших целей так или иначе целью при этом восприятие является восприятие является так иначе проекции которые проекция нашего сознания но фильтров который создает наш мозг и через который мы воспринимаем мир и выделяя просто пространство и время для того чтобы направить эту информацию обратно в мозг о том что вот так вот есть я создаю цепочку обратной связи который приводит к самонастройке моего восприятия запускает саморегуляцию и просто приводит меня в порядок вот и по большому счету я просто выделяя пространство и время чтобы встретиться с теми ощущениями и переживаниями которые есть текущий момент с тем чтобы значит увидеть прожить абсолютно все что происходит и это проживается постепенно и происходит постепенно освобождение то есть вот например такой этот опыт вот и как бы и этого достаточно вот надо главное делать это на регулярной основе давайте если возвращаясь к теме медитации и креативности могли бы вы рассказать про какое-то свое видение этого вопроса ну так как вы знаете мне еще кажется что креативность же это часто люди воспринимают как просто творчество там что-то песни писать там рисовать но это же на самом деле глубже это и у предпринимателей наверно чуйка да вот каким-то новым идеям которых еще нету но которые вот где-то вот из более тонкого да пространства идут либо это то же самое про ученых да которые вот тот же менделеев который во сне смог увидеть то есть вот как вот какой ваш опыт видимо этого вопроса ну и так да значит креативность очень тесно связано с предпринимательством и супер сильно связано с адаптацией жизни с адаптацией к неопределенности дело в том что просто воспроизводя предыдущий опыт каким бы он успешным не был невозможно адаптироваться меняющейся реальности все очень элементарно и просто реальность не она меняется ну сам говоря если раньше было может быть кому-то там неочевидно сейчас это очевидно очень многим да и она будет более стремительно меняться мы живем пуком мире там бане мир мир значит неопределенные сложные быстро меняешься очень такой уязвимые и неоднозначные и хрупкие так далее то есть это ну по-разному следите называют и поэтому нужно создавать нечто сопережение такое что позволит адаптироваться тому чего еще не было получается что не просто нужно там успевать догонять изменений которые существуют эффективной стратегии адаптации это уметь предчувствовать то что будет происходить и ведь это предпринимать потому что это эти чувства и ощущения не расходятся с текущим моментом и тогда принимать уметь эти чувства то есть надо не просто чувствовать хорошо текущий момент а еще и через текущий момент быть достаточно степени открытым а предпринимательство сильно связано с значит средой который у нас окружает давай на может комментарии отключим пока отвлекает они сильно а я не знаю как их отключить а в настройках вот и и да вот отвлекли нас давай не находи где отключаются комментарии давай отключать причем сам интересно важно в диалоге как только ты глаза переводишь на комментарии начинаешь читать я чувствую что связь прерывается мне не интересно говорить с пустым экраном но я просто имею ввиду потому что я для меня очень важно находиться с тобой в диалоге и в общем я с тобой разговариваю да в первую очередь не только у тебя внимание ускользает куда-то на что-то еще теряется в этот момент связь теряется на просто воздух говорить не хочется да поэтому если даже не значит как включить ты сама фокусируй пожалуйста и для да потому что то что мы сейчас делаем это процесс сцена очень не просто разговор этот трансформационный разговор который поменял вот и еще раз я напомню да то что для того чтобы человек смог значит действительно развить креативность для того чтобы он смог работать с будущим который еще не произошло неопределенным будущем который не соответствует предыдущему опыту ему нужно научиться глубоко чувствовать не только момент настоящего но и чувствовать то что находится за рамками этого момента предчувствует то что находится в будущем для этого очень важно сохранять как раз контакт и открытость то есть у сон говоря это очень связано социальной чувствительностью в том числе потому что благодаря эмпатическому резонансу мы способны были чувствовать других людей которые находятся далеко от нас и за счет этого чувствовать то что еще не произошло в том числе потому что для нас же очень важны социальные события из и события в том числе происходящее там живой природе нам очень важно на уровне вот этой первой сигнальной системы конкретных физических ощущений чувствовать эмоционально где что происходит это сигнал у нас быстрее всего доходит и лучше всего раскрывается и поэтому когда мы открыты к ощущениям своим том числе ощущением другим и находимся в диалоге в этот момент у нас возникает способность предчувствовать то что не произошло предпринимать и это формирует в нашей системе модель будущего нашим диктивном процессинге но один из наиболее современных одно из наиболее таких точных современных представления нейронал то что происходит на сознании это фреймворк предиктивного процессинга как одна одна из основ принцип свободной энергии коралл фрис не так вот в этом процессе у меня мой в этом в этом состоянии мой предиктивный процессинг становится более адекватными то есть я в моменте настоящего предвижу будущее у меня будущее как будто становится уже плюс-минус реальной картины и я способен делать действия и шаги которые уже отражают это будущее у меня возникает опережающая отражение действительности плану я становлюсь тогда человеком который действует с опережением понимаешь успешным человеком успешный человек это не тот который догоняет и пытается там чуть поймали чек который значит действует с опережением при этом он глубоко погружен в реальность текущего момента он соединен с ней он открыт очень сильно в настоящий присутствуют у него нет отвлечения какие вот это очень важный момент вот поэтому креативность она в первую очередь связана конкретно со способностью выжить ну то есть это сильно связано и со способностью естественно создавать новое ну то есть точек вы еще не было и важно еще тоже понять то что креативно вообще происходит диалоги в основном дело в том что вот просто когда я воспроизвожу свой предыдущий опыт мне его никогда не будет доставать для того чтобы адаптироваться к новым условиям я уже говорил повторюсь вот поэтому самая быстро эффективная стратегия это открыться и позаимствовать опыту другой живой системы отсюда берется симбиоз как одна из основных силы эволюции сотрудничество знаю лишь силы эволюции мастер навак из городской университета очень много об этом не писал работу очень глубоких такой один ведущий в мире специалист по эволюционной динамике из книга супер кооперейтерс очень рекомендую читали ну вот так вот открытость и способность услышать восприять вот этот образ дает возможность быстро очень адаптироваться отсюда очень важно чувствительность к тому что вокруг и одновременно с этим что очень важно понимать в ходе объединения с другими системы происходит возникновение новых эмерджентных свойств это происходит просто потому что это такое свойство я не знаю природы то есть возникает эмерджентные свойства например муравьи поодиночке тонут и когда вместе попадает воду формирует муравьиный плод они под подействием повесного натяжения воды они перестают тонуть и мог перевозить груз десятки километров неделями такого свойства нет ни одного из них но объединившись он возникает это свойство неожиданно совершенно это свойство очень творческая она сильно влияет том член эволюционный исход потому что она позволяет адаптироваться определенных условиях который невозможно было бы адаптироваться по одиночке вот ответственно закрепляется эволюционно там генетическом коде и так далее поэтому поэтому в общем здесь огромное значение играет ничего и диалог ну то есть не только вот то есть ты готовишь себя ты открыт тебя есть открытой чувствительности предчувствуешь ты предпринимаешь безусловно но и ты еще и находишься постоянно в диалоге взаимодействия и тогда не только там диалоги с другими людьми это еще диалоги с собой ты в диалоге с природой с миром там с божественном своей жизни со всем чем угодно там с дед морозом там в конце концов Ты со всеми системами, ты открыт миру, ты с каждой живой сущностью взаимодействуешь, и в ходе этого всего рождается фонтан креативности, фонтан энергии, отсюда стимулирует, соответственно, количество идей всевозможных и потом способность их приземлить. Это немного два разных процесса, конвергентное и дивергентное мышление. Дивергентное оно как раз про разнообразие, возникновение всевозможных разных идей, а конвергентное это когда мы соединяем, концентрируем, приземляем уже из множественных вариантов, созовем что-то такое конкретное приземленное. Вот как-то так. Поэтому креативность, да, бизнес, креативность неразрывно идут рука в руку, и вообще способность видеть новое, создавать новое. Учтение связано с диалогом, связано с внутренним состоянием, все это надо тренироваться, практиковать. И это все не про, кстати, еще и про некую, так сказать, гармоничную творческую жизнь у человека. То есть не творческую, когда его перекосил, и он там весь улетел в творчество и контакт с землей потерял. Ну так тоже бывает, когда, в общем-то, дисгармонизированность перчей, там, страдают отношения у людей, там, знаешь, он очень творческий такой, из себя, но, блин, отношения к жопу, там, печень пропил, значит, денег нет особо, ну, то есть, ну, очень, очень творческий художник, например. Но это, 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 это не редкость, и их такие художники бывают гениальными, да, то есть, абсолютно, то есть, у них нельзя их упрекнуть, потому что они там творческие какие-то полноценные, вот. Но это, вот, нарушение гармонии такой, там, это детские были, грань же психопатологии, там, и так далее. Ну, и вот это все, так иначе нужно, как и средиалистическому человеку развивать себе творческое начало, так и очень творческим людям нужно приземляться и развивать, там, способность к конвергенции, и, значит, и к заземлению чуть-чуть, потому что важно, чтобы баланс был, на самом деле. Ну, то есть, такое вот состояние. Да, это действительно, как бы, выход за рамки ума, но также много людей, которые, наоборот, сумасшедшие, которые, да, наоборот, не в этом мире. Ну, то есть, это же очень много споров тоже велось по поводу креативности, поэтому второе определение сказали, что это должно быть что-то новое, но, с другой стороны, и применимо, и чтобы оно было вот здесь. Да, 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 да. А еще мне интересно было узнать, как это может быть связано с интуицией, и что могли бы посоветовать развивать людям, чтобы развивать в себе вообще, какие медитации, или как, в общем, это можно было бы развивать в себе вот эту вот интуицию, способность предвидеть. Да, 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 но интуиция все равно, как бы, даже хочешь словами там поиграть, вот, этимологию посмотреть их сразу же, вот, но так или иначе, смотри, интуиция все равно про погружение в природу вещей, так или иначе, все равно интуиция развивается именно в текущем моменте, все равно требуется соединение со своими чувствами, состояниями, ощущения в текущем моменте, и способность принять эти состояния, ощущения в текущем моменте. То есть это и есть ключ, понимаешь, то есть равно так или иначе, куда ни крути интуиция, это про настоящее, про способность очень глубоко чувствовать то, что прямо сейчас происходит. Подавляющее большинство людей не чувствует то, что происходит здесь сейчас. Они не находятся в контакте с текущими состояниями, они находятся в тумане всевозможных каких-то гипотез, идей, концепций, образов, которые очень сильно отдаляют их от чувствования момента настоящего. Поэтому, значит, у людей слабо с интуицией, там она случается в какие-то моменты, когда уж очень какие-то яркие суперсильные сигналы, искры такие проходят, когда вот их уже там нельзя не заметить, скажем так. Ну, потому что это не скрыто ни от кого, то есть, пожалуйста, для всех открыто, доступна возможность, она физиологична, для него не надо быть супергением, понимаешь, то есть, чтобы иметь разную интуицию и круто там предчувствовать, предвидеть реальность. У нас у всех есть это навык, это способность, а Нокин это называл способностью к отражающим отражениям действительности. Вот, то есть, мы прогнозируем просто от природы, понимаешь, у нас это предиктивный процессинг, это наша просто естественная часть. Но просто когда облако вот этой модели заслоняет цель и заслоняет нашу связь с миром и становится сама по себе целью, это вот в этот момент мы начинаем, соответственно, терять контакт с этими чувствами, с текущим моментом, мы перестаем чувствовать то, что мы чувствуем. И многие из нас сознательно не хотят чувствовать то, что они чувствуют. Они говорят, ой, это что-то не то, как бы я не хочу это чувствовать, а я вот хочу что-то чувствовать такое. А жизнь так не работает. Жизнь, это как будто бы вот чувства, как я их воспринимаю, это как бы такой своеобразный двоичный код жизни. только он там не двоичным были многомерно данной такой двоичный код там единицы нулей ступе стынули начинаешь вырезать из этого кода ну там неприятные переживания то смысл теряется ты не сможешь передать смысл этим кодом поэтому чтобы смысл жизни сохранялся требуется вообще весь набор чувств состоянии характеристик и проблема с реалистической человека в том что он какие-то чувства табуирует блокирует он считает неприемлемыми неправильными какими-то там и так далее у него вот там где вот эти буквы упадает там начинается цикл такие завихрения человек живет живет там керакс у него там чувство возникло и она заблокировалась и у него туда части на его энергию формат утекает и он начинает ходить он даже не может пойти дальше у него как будто бы выбит такая ячейка очень важная система и он таких этих ячей очень много накаплив такие якоря своеобразно которым удерживают от развития в прошлом то они торчат такие ну как вот как прикованы к земле чуть наш это в этот гулливер к липу ты уприковали там землю но также себя вот этими значит якорями недопрожитыми какими-то переживаниями вот этими состояниями чувствами и ощущениями неразрешенному в себе то есть мы себе там не разрешили жить о моих каких-то вечерах мы сдерживаем себя мы не проживаем эту жизнь ну то есть мы ходим где-то по циклам по каким-то кругам которые на основу и снова там стимулирует чтобы мы как-то что-то это дело там за поражение ну вот но в норме но если что на сказать там норме до человека метаболизм он спокойно идет то есть у него эмоциональный метаболизм налажен чувства могут любые возникать не возникают они происходят же они проходят приходят уходят приходят уходят они разные совершенно комбинации возникают их возникает целая ансамбль и целые мелодии чувств и вот так вот и воспринимая как эмоциональные сигнатуры то есть определенный набор и состояний которые стоят за каждым там человеком предметом там системы там чем угодно есть мир он состоит из таких сигнатур то есть такой для меня основной язык мир на котором разговаривает язык сердце язык любви можно назвать там много чувств разных переживаний течет и они все в моменте настоящего происходит если ты стоянцы напоминаешь в том что все это нормально 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 ты как бы что не должно быть по-другому что не должно быть других чувств состояния переживаете находишь таком состоянии принятия непрерывно принятие принять 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 то происходит интеграция этих чувств в нечто большее нечто целое то есть за этим раскрывается картина целого и она гармоничная понимаю что из отдельные элементы пазла они сами по себе могут выглядеть как корявые какие-то как не завершенная когда они становятся картинкой целого то в этот момент я возникает как раз инсайд озарения присутствие духу возникает в этот момент и такая а вот она как на самом деле вот в этот момент происходит трансформация жизни такой своеобразный там миропрыгание такой переходишь в другую реальность то есть вот когда ты принимаешь тотально целиком соединяешь с ней для меняется восприятие ты оказываешься в другом состоянии меняется восприятие мира и самого себя ты в этот момент ты как бы себя полюбил чуть-чуть принял себя ты перешел на шаг выше значит есть можно так выразиться иерархии духовной на то есть ты как бы стал на шаг ближе к себе вот так можно сказать к своей божественной природе там к своему проявлению к сущности своей вот и это такой вертикальный путь развития и это ведет как раз вот как бы так вышка интуит куда-то там понимаешь это вот внутрь куда-то это показывает путь понимаешь это показывает путь направлении что ты соединяешь собой и ты опознаешь мир ты все больше себя в мире видишь вот больше ты соединяешь собой вот эта связь возникает и это не разовая практика это не какие-то отдельные там сомнера прозрение хотя все происходит спонтанно спорадически все получается это системный процесс вот такого познания мира и себя в нем понимаешь то есть буквально и себя в нем не вот и и это через приходит через чувствование чувствование в себя значит пространство вокруг себя в других людей значит свои движения через движение в жизни пространство в поле то есть это все вот такой вот ты соединяешь ты не бежишь не не пытаешься залепить какие-то чувства указать миру что он должен чувствоваться с другим нет ты принимаешь его ты с ним в танец в танце в этом находишься проживаешь его ты признаешь себя свое свое ощущение но что все уже произошло все что мы почувствовали все уже про это все же случилось это уже уже все и клуб абсолютно этому сопротивляться это уже я есть понимаешь вот и когда я трачу время энергию там стали полагание своем чтобы что-то с этим все это на души поменять там и так далее не почет через непринятие я хожу по циклу по кругу короче мучаю себя других там жизнь как ничего толку никакого смысла в этом нет абсолютно вот поэтому требуется вот выход все на другое состояние сознание и тогда раскрывается по-настоящему интуиции потому что соединён с миром ты часть мира по продолжение его связано с ним вот и про все они нужны как вот такое напоминание да вот правильно пишет там комментариях офигеть как рубшил образ ты портал в мир и вход в мир возможно через себя внутри мира так и есть да вот ты через это включаешься в мир вот как я люблю говорить как значит такое знаешь возникает энергетическое ощущение как будто вилку в розетку вставили но потому что энергии наполняешь потому что противном случае ты больше сферном сопротивляешься ты пытаешься слить свою энергию на какую-то доказательство правоты а когда ты открываешься и соединяешься с миром то ты наполняешься наоборот я пред ты приходишь себя в чувство но просто это необычно это всегда необычно каждая практика каждый день у меня необычная каждый не практикую там по час-полтора с утра да и каждый день это необычно то есть ну ты такой как бы ты себя что-то ждешь все равно так или иначе вот ну и как бы вот чтобы эти ожидания не брали мертвых чуть сторону оставляешь открываешь тому что есть соединяясь с тем что есть выходишь на коль следующий шаг на свечу не так постоянный процесс не в нем нет этого конца и края вот и он очень творчески по перевариванию так сказать этой духовной пищи на которая равновой не выдает дары настоящий очень вкусно вот не я не знаете полезно не полезно очень там глубоко раскрылась за тема с другого ракурса да это практика это понятно очень путь каждый может уйти тренировать знать соответственно для меня всегда же было очень супер нужно как отстаешь по этому пути ты начинаешь сопережением предчувствовать предвидите результат то есть когда идешь там в ресторан поесть еду несмотря на то что голодный ты не чувствуешь негативных чувств чувствуешь сопережением удовлетворения голода называется аппетит поэтому по мере практики по мере развития практики начинает приходить аппетит становится очень круто потому что видишь уже результаты они начинают все как бы глубже становиться и раскрывать тебе вот этот интереснейший мир которым очень любопытно действует как раз необычным образом необычным образом ты сам к этому пришел жизнь привела как-то сказала вот и давай действие через честность мне кажется я вот то что ты рассказывал ты честно основное ну что если есть чего вопросы может быть есть какой-то кайпа практику которую могли бы дать чтобы люди могли практиковать какой-то короткий вариант или суши но мы в ней находимся в этой практике я вот если про самый короткий вариант уже все случилось и произошло мы все дорогу на самом деле практиковали да то есть вот ничего вообще сверх естественно не нужен мы даже просто можем сейчас минуту помолчать вот просто ничего не делать это уже будет такой настройка на на цель переключением таким моментом моментально вот но и для того что бы просто как я так я так скажу что для того чтобы заглянуть туда вот без комное состояние все-таки требуется какая-то какое-то время чуть-чуть надо выделить на это время то есть чуть уважение к себе проявить такого внимания мне нравится очень игра слов нужно внимание приводится как увага на польские белорусские и украинские языки и увага это уважение в аквашинем тот же корень на самом деле справедливый рак из группы языков пришел вот и соединение вот уважение к текущему моменту к себе самому это есть внимание к себе самому и текущему моменту на как бы соединяем самим собой вот для этому нужно в это время выделить то есть вот прям выделить его сейчас скажешь по практикую минутку да но я очень рекомендую ребятам взглянуть не знаю на практике кому-нибудь ко мне можете заглянуть вниз клуб точка сборки вот чтобы почувствуешь такой глубина потому что мозг как устроен что начинаешь туда идти ты сталкиваешься с туннелем восприятия сталкиваешься с переживаниями которые на первый взгляд может могут казаться очень не очень приятными такими страшными переживаниями потому что сколыхивается вот этот опыт неприятия то есть сразу увидишь поэтому в одиночку бывает сложно очень пройти это ну то есть можно туда заглянуть например вот сейчас послушать наши инструкции под ну и ошибочно и воспринять поэтому какой-то период времени может потребоваться для такого гарантирован движения к результату поддерживающая среда это очень важно поэтому буддизме кстати вот три драгоценности есть там сам по необходимым условием является как социальный реактор который дает возможность как пережить этот опыт потому что ну как и серия пример еще не такой приведу коротко перед практикой я помню я на мотоцикле учился есть на эндуро за горный мотоцикл есть я себе купил такой небольшой сначала пидбайк и на году сейчас я на нем потихонечку но чуть ездить тут зашел к соседу в гости они оказались большие настоящие мотоциклы но игорь служат поехали туда до этого доедем до какого дам зовут у нас зубинская есть на алтае я передавая мы что-то раз прыгнули на эти большие мотоциклы я с ним неожиданно для себя оказался ночным туристом вот я понимаю то что я бы до этого уровня на которые там прыгнула я бы наверно что там очень долго доезжал и возможно бы не доехал потому что есть много таких лимитов ограничений которые я просто смотрю так вот думаю да я бы никогда в жизни этого не сделал страшно жутко страшно примерно то же самое с этим работает также с практикой поэтому это надо тоже понимать что есть такого рода ограничения препятствия есть чудовое ограничение как привязанность к результату когда начинаем практиковать мы очень быстро получаем результаты и дальше человек незаметно для себя как правило привязывается к этому результату начинает вместо практики ждать опять чего-то когда он ждет он не получает поэтому значит вот вообще лучше всего конечно еще не говорит какую-то среду прийти на какое-то время для того чтобы создать для себя ритм практики для того чтобы наладить войти во вкус прочувствовать все нюансы познать что рефлексия что к открытый диалог что такое как вообще поймать это состояние целевое и потом уже постепенно постепенно превращать это в личную практику самостоятельно то есть который вообще не обойтись вот но лучше так делать да поэтому то что сейчас мы сделаем не стоит подменять полноценной практикой которую скажем так стоит пойти и попробовать вот а сейчас давайте глазки закрыть можно присесть выбрать любое удобное положение когда я говорю про любое удобное положение или любая абсолютно удобная поза который вам нравится любое слово любить вот мышцы леса расслаблены на плечи расслаблены дыхание полное спокойно можно присоединить внимание с дыханием буквально дать возможность любым состоянием и ощущениям внешним звуком и шумом проходим мимо и и и и и и и и о каких-то процессах, системах, образах. Я не понимаю, куда-то улетает, я мягко возвращаю его в текущий момент. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Среди глаза и... Сидеться с ним с дыханием. Это, знаешь, такая частая история. Люди выходят из разных процессов и тут же у них куда-то улетело, оно побежало. Сразу же с собой снова соединить, привести в тело. Вот такая небольшая у нас микронастройка. Знаешь, даже вот такое микропереключение, оно меняет траекторию жизни для кого-то уже. даже наш эфир станет такой точка поворотной в их жизненном пути и вот с точки зрения практики просто добавлю что основная проблема в том что есть постоянно к это некая модель ожидания мира по себе практики что должно быть как-то по-другому и вся суть практики сводится к тому чтобы суметь рассмотреть что есть эта модель отставить его сторону и суметь принять текущий момент если я с опытом научаюсь заходить практику снова и снова не для того чтобы что-то получить не для того чтобы что-то урвать для того чтобы соединиться текущим моментом я эту связь себе восстанавливаю я прихожу в себя потому что если как только мне кажется что все не то все не так все должно происходить по-другому это говорит о что я вышел из себя что я не в себе я неадекватно воспринимаю реальность я буду совершать ошибки поэтому но это альберт эллис называл в дыше американских терапевт завод словом мастурбейшин от глагола маст должен долженствование ли должна низом такой поэтому мне как можно быстрее нужно в случае если я вышел из себя вернуться прийти в себя не очевидный путь потому что я иду через вот эту слову через турбулентность непринятия потому что я открываю двери на чему потому что есть по факту а есть меня где-то там кольнуло напряжение какой-то шум где-то тут учетом за углом там кашлянул там как-то еще это все происходит и все происходит не по-моему вообще ни разу вот и я только через это могу пройти состояние в котором у меня происходит синхронизация с миром я открываюсь я разрешаю всему что происходит происходить в этот момент возникает долгожданная тишина но это не мой контр это не контролируемый мною процесс это как храм души образные где я подготовил все пространство готовы вам папку а благодатный огонь сам сходит туда я не могу заставить перейти ну тут примерно так такой такая метафора ну вот то же самое здесь это храм вот я создал его но святой дух этого не затащу он приходит когда там чисто там есть вот эта синхронизация и лайфхак то что все что со мной происходит весь набор состояния чувства ощущения то есть необходимые сигнатуры ключи коды которые мне дают ключи доступа на двери вот в эту духовную реальность божественный мир может так сказать в избрении следующего порядка а из него что по-тругому раскрывается поэтому я сторонник регулярность тематической практики я считаю что есть чек на протяжении дня успевает плюс-минус прийти в себя в чувство просто прийти в себя то он является собой он может себя реализовать он может реализовать свое предназначение он действует сопережением он выглядит как успешный человек у него гармонично все хорошо в жизни а вот и ключом является к этому практика вот я поэтому считаю что собрали ключевый навык который мы нужно развить каждому это никакая вообще совершенно ничего близкого рядом с эзотерикой не имеет абсолютно то есть это конкретная конкретная совокупность действий которые человек принимает когнитивных действий которые приводят нужное состояние то есть это рабочий механизм до там результат я не могу гарантировать или заставить его притащить тонн и говоря это не та штука которая покупается то есть это случается но все подготовительные действия вокруг мы можем сделать и это с высокой вероятностью приводит к тому что огонечек там зажигается все чаще чаще и чаще и чаще когда этот огонечек начинает чует сжигать массу других людей вокруг тебя даже тогда когда у тебя этот огонечек потухший тебе вокруг светло у тебя твой огонечек легче зажигается когда вокруг больше огонечках и вот эта вся история она начинает работать как с тем как падеж среда и начинает превращаться в какие-то энергетические рождать китами на свойства характеристики поэтому каждому очень рекомендую изучить все это на практике применять и это да и герем до приводит развитию креативности в таком высшем проявлении то в высшем смысле этого слова это то что вы тоже да практикуете там медитации что видел еще что-то про сильные движения интуитивные диалога на алтай да это наше детище там очень глубокий процесс наши ученики проводят но сейчас юля правда ретрит проводит но мы редко проводим раз в год там где-то сами вот мы там в португалии тоже проводим ученики наши делают практики очень и очень круто очень крутые кемпы проводят они состоят из совокупности как раз инструментов которые необходимы для того чтобы проработать себе эти каналы интуицию отношения в том числе здоровья то есть это за счет как раз практик молчания практика рушил самочувствие переходящего интуитивное движение открытый диалог и потом рефлексии обязательно там групповые тогда его совокупности при погружении в природу это очень сильно дает результат ну что обнимаю крепко спасибо тебе большое до всем кто захочет ко мне в точку сборки ребят присоединяйтесь мне ссылка в шапке профиля но вот сразу всегда нашего . он . сборки значит это регулярно такой ну может и по подписке процесс потому что очень его нельзя ограничить нельзя стоять когда хватит когда надо еще то есть это некое пространство в котором ты можешь подключиться на тот период времени который тебе нужно вот и и многие приходят для того чтобы развить навык развить навык я думаю нужно 3-4 но не меньше ну желательно полгода это вот прям действительно хорошо вот и потом дойдут у нас многие ребята просто идут там дальше развивается становится фасилитаторами открытого диалога получая сертификацию там и так далее так далее то есть потому что этим хочется делиться очень многие хотят делиться этим цен очень особенно рады себе я все применишь получишь результаты свои там для здоровья для отношений для бизнеса для самореализации потом ты думаешь господи я хочу что больше не вокруг об этом знала потому что это очень многое дает я хотела знать вот открытый диалог это похоже наверное чем-то на шеринг или как просто вот у меня был опыт несколько раз когда я участвовала в шерингах и меня просто на слезы пробивала я сама типа удивлялась такого типа вау для меня это реально такой вау фиг был и когда когда ты понимаешь как много в тебе есть заблокированных чувств хотят думать и быть там нет но оказывается они где-то вот ты где-то глубоко подавил какой-то в себе там стыд еще какие-то чувства это удивительный процесс когда когда раз и ты думаешь вау иногда даже бывало сильнее чем просто сидеть медитации потому что ты распаковываешь и открываем и как бы достаешь да вот эти вот подавленные эмоции и чувства да я слушаю я думаю то что безусловно то есть смотри есть совокупность групповых практик которых обмен чувствами является одной из стажневых основ и шеринг-серкл например там традициях разных который пришел от американских индейцев и значит и запчинных разных тех групп там и японские есть разные практики я сейчас не вспомню название вот значит здесь много чем по миру разных таких подходов практик традициях и современных видов там допустим групповой психотерапии когда к механика вообще групповой работы психофизиологии по работы плюс-минус всегда одинаково вот в открытом диалоге есть рафинированный подход который очень четко построен на принципе функциональной системы и участники получают в общем можно сказать гарантированный результат но требуется стальной фасилитации и там есть ряд нюансов которые отличают от других методов в общем но для этого надо просто пройти просто пройти один интенсив по открытому диалогу и и правило просто вот что мне всегда нравится особенно мне нравится стороны специалистов и уполненых психологов когда мне как раз видео просто кузова это вот похоже на то или похоже на ноги приходит не очень похожи это очень круто это там значит отдельная история такая вот ну конечно общие какие-то моменты есть на вообще совершенно там аутентичная вот и поэтому рекомендую просто пройти посмотреть прощупать прочувствовать для себя и станет понятно вот за счет того что есть определен совокупность методов инструментов определенная психообразовательная подготовка значит наличие определенной среды и последовательности группы их между групповой динамики и разнообразие групповой работы и так далее я думаю что сильно отличается в конечном итоге то есть точки зрения результативности на механики общие подходы и общие принципы нужен выражаешь себя и ты становишься ближе к себе они общие вот поэтому так всегда призываю к экспериментам то есть ничего просто пойти попробовать да кстати проходила вот а я на полноты мою подруга на как-то вот а после к твоему как раз таки после лекции помню что когда посмотрела лекции такая всем говорю всем смотреть про духовность и физиологию про принятие и выходит я помню что она после этого как-то попала на вот этот вот открытие диалоги она там проходила я помню что она была в таком вдохновении мне тоже это отложилось и вот я хотела бы да рекомендую все гейм обнимаю дружочек ребята всем огромное спасибо постараемся сохранить теперь давай да и меня отмечаю там все всем хорошем настроении пока